Без малого год назад на сайте областной библиотеки имени Горького появилась новая вкладка «Лучшая книга месяца». Именно здесь можно найти список литературных произведений, которые вызвали наибольший интерес читателей. Сначала была такая идея назвать эту рубрику, что достойно прочтения, но потом все-таки остановились как читательский рейтинг. Но все равно туда именно включаются книги, которые действительно достойны прочтения, которые пользуются огромной популярностью. И книги, которые заслуживают внимания. Специалисты отмечают интерес к книге, вопреки прогнозам, не угасают. Притом к выбору читатели подходят серьезно. На протяжении первого года проекта в числе лидеров Гузель Яхина, Дэвид Грегори Робертс, Роберт Хиасаки, Светлана Алексеевич, Наталья Батракова, Джорджа Моэс, Халет Хосейни, Николай Никулин, Виктор Астафьев. Особое место занимают цветы для Элджернона, писатель Дэниел Кис. Она написана в форме дневника умственно отсталого молодого человека Чарли, 33 лет, который, значит, ученые проводят операцию на мышонке Элджерноне и замечают невероятный прогресс. И тогда они проводят операцию на этом молодом человеке Чарли и тоже замечаются невероятные прогрессы. Уровень IQ от 60 доходит до почти 200. И он по своему интеллекту и вообще он не просто становится умным человеком, а гением. Но постепенно начинает замечать, что мышонок возвращается в прежнее состояние. И он предпринимает все попытки, чтобы ему не вернуться в это состояние. Есть в списке и брестский автор книги Василия Сарычева заслуженно востребованы. Как говорит сам Василий Сарычев, что через призму и историю какой-то отдельной семьи, отдельного человека, здесь нет каких-то героических личностей, но здесь есть судьбы простых людей. И именно через судьбы простых людей можно проследить историю не только нашего города, но и вообще историю мировую. Не святые, а святые. Православная книга популярна не только у жителей города над Бугом. Для современного книгоиздания российского, вот сейчас уже тираж подходит к двум миллионам. То есть для современного книгоиздания это действительно своеобразный рекорд. Хочу сказать, что книга на самом деле очень увлекательная, интересная. Она не нравоучительная. Здесь просто истории простых людей, мирян и истории жизни монастыря. Книга, ну временами вы просто от души посмеетесь, временами вы даже всплакнете. Книга замечательная, как сказала моя знакомая, эту книгу должен прочитать каждый уважающий себя человек. Это только малая часть произведений, которые прочитали и наверняка полюбили брещание. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте областной библиотеки. А лучше просто сходить в учреждение культуры и выбрать книгу для себя. Такую, чтобы интересной была и полезной, и след в душе оставила. Продолжение следует...